Всем привет, меня зовут Максим, я тимлид из Тинькофф. Я фанат ДДД, люблю пофилософствовать по поводу Cloud Native, Serverless и так подобных штук. Ну, еще я идеологический гофер, поэтому в Тинькофф я еще занимаюсь развитием гошного комьюнити, преподаю и курирую курс по гошке для студентов, который периодически запускается на моей же платформе. Я со своей командой развиваем образовательную платформу в Тинькофф. Мы такой островок Этитека в Финтеховском море. У нас много разных стейкхолдеров, которые выкладывают у нас свои курсы. Самый большой это, наверное, наш Тинькофф образование, которое делает курсы для школьников и студентов. Для школьников это скорее общее образование, всякие развлекухи вроде математики в игровой форме, олимпиады, партнерские смены в детских лагерях. Для студентов уже более прагматичный подход. Мы приглашаем на наших платформах пройти ребят отборы для того, чтобы потом попасть к нам либо на стажировки, либо на курсы, которые мы же сами ведем. Я уже говорил, что вот в начале года курировал и преподавал на курсе по гошке. Если смотреть верхнеуровнево, то наша система выглядит примерно так, что у нас есть какие-то курсы для обучения, есть отборы как раз для студентов, есть метапы, ну в смысле какие-то мероприятия, которые привязаны ко времени, нередко которые проходят вместе с какой-нибудь вебинарной платформой вроде Zoom. и есть более длительные штуки вроде планов обучения, которые могут более глубоко включать в себя те или иные активности. Вообще к теме доклада это не сильно имеет отношение, но мне было легче придумывать примеры, которые связаны с моей доменной областью, и соответственно оно будет протекать, так что хотелось рассказать. В особенности то, что у нас получается многоуровневая структура, где есть связанные сущности, которые как по дереву или может быть графу связаны между друг другом. Когда мы начинали этот проект, система авторизации была разрозненной, какие-то проверки были на сервисах, какие-то проверки были на API и Твея, и у нас увеличилось количество уязвимостей, которые связаны с тем, что кто-то где-то не так обработал доступ. Прежде чем я начну рассказывать о том, как мы решили эту проблему, давайте немножко выровняемся в терминах. Я достаточно много еще и собеседую, и кажется, практически все ребята запомнили, в чем разница между идентификацией, аутентификацией, авторизацией. Но все-таки есть иногда проблемы с конкретным их разделением. В первую очередь, идентификация — это мы понимаем, кто перед нами. Он нам предоставил какой-нибудь ID-шник, который мы можем проверить, что выдали именно ему, и мы теперь знаем, что это наш пользователь. Аутентификация — это непосредственно предоставление какого-то секрета, по которому мы сможем пользователя идентифицировать. К примеру, пользователь вводит нам логин и пароль. Мы его аутентифицируем, выдаем GVT-токен, по которому потом сможем понимать, кто перед нами. И, наконец, авторизация. Понятие очень рядом, но все-таки оно значит другое. Это непосредственно проверка того, куда имеет доступ пользователь. Таким образом, когда мы говорим об авторизации, нас интересует в первую очередь вопрос о том, имеет ли данный субъект слэш-пользователь такой-то доступ к такому-то объекту слэш-ресурсу. Я бы мог бы сразу начать рассказывать о решении, которое мы выбрали, но давайте сначала вспомним классику авторизации, которая сейчас существует на рынке. Самый старый, с которым наиболее часто мы все сталкиваемся, это ACL — Access Control List. Скорее всего, каждый из вас видит его каждый день, потому что он используется и в базах данных, и на файловых системах, Winix подобный. Здесь, к примеру, примерчик того, как выглядит ACL для таблицы в Postgres. Я просто сделал селект к одной из баз, и там было примерно такое, что есть у нас пользователь один, пользователь два. Первый пользователь явно навешаны права на то, что он может инсертить и селектить из определенной базы. Для второго пользователя доступны только апдейты. Похожая штука у нас на файловых системах Winix, где у каждого файлика есть флажки о том, какой пользователь или какие действия может совершать файл. что может читать, что может записывать, что может запускать. Решение давно используется, простое, понятное, крайне надежное, потому что понять его или сломать практически невозможно по неаккуратности. Но когда речь заходит о большей системе, оно становится вообще негибким и немасштабируемым, так как нам бы тогда пришлось бы делать слишком длинные CL-листы, и так жить особо нельзя. Следующий, более зрелый подход, это role-based access control. Смысл очевиден из картиночки. У нас есть пользователи, есть у этих пользователей определенный ролик. К каждой роли привязаны какие-то пермишены в нашей системе. Ну, элементарно то, что Алиса имеет роль автора, поэтому она может создавать курсы, проверять домашки. А Джон является студентом, поэтому он может только сдавать домашки. Ну, а чего, кстати, не может делать Алиса? Тоже все достаточно просто. В особенности мы все к этому крайне привыкли, поэтому и разработчикам просто и реализовывать, и понимать, легко общаться с кюашниками, аналитиками по этому поводу. Но, опять же, есть проблема. Здесь мы теряем немножко в гранулярности того, какие права и как можем проверять. Если мы захотим большей гранулярности, нам грозит взрывной рост количества ролей в системе. Так как, к примеру, если у нас есть система, в которой есть два тенанта, ну, в смысле, к примеру, у компании два офиса, и мы хотим разделить доступ к каким-то сущностям между этими двумя офисами, нам придется сразу X2 ролей, для того, чтобы научиться это делать. Ну и в реальности, в чистом виде, рыбак практически нигде не используется, кроме каких-нибудь совсем небольших систем сухо-уровня. Но, в целом, если мы говорим не о чистом рыбаке, а о каком-нибудь кастомизируемом, вполне можно увидеть его в современных CMS-ках. Причем про взрывной рост я не шутил. Это не мой пример, я просто его нагуглил, как большая таблица ролей. Здесь по столбцам роли пользователей, по срокам и действия, которые они могут совершать. Вот примерно к такому ужасу приведет, если вы попробуете написать в стиле чистый творбак, какой-нибудь средний размер в энтерпрайз-систему. Жить в таком вот будет болезненно. Следующий подход, который еще более популярен, и он является самым гибким, это ABAC, Attribute Based Access Control. Я бы мог бы сразу притащить вам хитрые схемки того, как оно выглядит со всякими пепами, папами, пипами, ПДП, и там еще какие-то сущности есть, которые тоже начинаются и заканчиваются на П. Но нам это не важно сейчас. Нам важно только понимать, что у нас есть субъект с определенными атрибутами, у нас есть объект с определенными атрибутами, мы добавляем туда контекст, закидываем все это в черный ящик ABAC, который внутри пробегает по каким-то полисам и выдает нам результат. Можно, нельзя. Все достаточно... Хотя нет, это непросто. В общем, какие его особенности? Глубочайший контроль. Так как атрибуты — это у нас практически все, что мы знаем об объектах, поэтому, основываясь именно на атрибутах и сочетании атрибутов пользователей и объектов доступа, можно настроить практически любые проверки. Реализовывать достаточно сложно, потому что, опять же, если у нас есть знание обо всех объектах и мы хотим по всем атрибутам делать проверки, то код будет нетривиальным. Требуется хранить атрибуты, поэтому здесь возникает сложность. Либо мы в отдельной системе, которая обеспечивает нам ABAC, будем хранить копию данных с атрибутами, по которым делаем решение, и тогда она будет побыстрее. Либо нам каждый раз туда придется забрасывать объекты, которые мы хотим проверить. Оно будет медленнее, но зато не будет дублирования данных. Еще медленности добавляет тот момент, что у нас есть полноценные полиси, которые мы прогоняем над атрибутами. И выполнение практически почти реального кода по списку этого не самая быстрая штука. Ну, еще описывать достаточно сложно. Кстати, если делать его в монолитах, то в целом, наверное, оно будет очень даже неплохо. Можно вынести код в отдельный слой, закастомизировать ORM, для того, чтобы он учитывал вот эти ABAC-правила, и все будет нормально. Но в 2023 году никто монолиты не пишет практически. И нам приходится жить в микросервисной среде. По поводу сложно описывать, я бы тоже хотел показать еще одну страшную картинку. Где-то в 2003 году ребята из больших компаний решили то, что незачем нам самостоятельно писать каждый раз системы ABAC-а. И стандартом стал закмейл. Язык для описания правил в ABAC. Этот стандарт реализует достаточно много готовых решений, которые можно затащить к себе. Это и платные решения, и очень сильно платные решения, но есть и опенсурсные. Вот этот закмейл позволяет описать практически любые проверки. Если захотите, что какой-нибудь пользователь системы может получить доступ к какой-нибудь сущности, только если ID этой сущности делится на 42, и только в полнолунии он вам это сделать позволит. Возможно, писать вот такие вот XML-ины ребятам, выкованных в горнилах, шарпов или джав норм, но я там, я бывший сишник, питонщик, сейчас фанат Гошки, мне снова не очень нравится. Поэтому решил идти дальше. Чуть менее гибкое решение, но которое покрывает значительную часть кейсов, это REBUG. Relation-based access control, то есть принятие решений об авторизации на основе отношений между сущностями. О нем начали писать где-то в 2008 году, там была статейка одного исследователя о том, как он представляет себе авторизацию в Web 2.0. Возможно, где-то локально эту штуку использовали, но не сказал бы, что часто, пока в 2019 году Google не выложил white paper, где я писал свою систему глобальной консистентной авторизации. Технические СМИ и просто многие разработчики очень внимательно смотрят за тем, что выкладывают компании уровня фанга, и этот white paper стал небольшим взрывом, потому что раньше никогда крупные компании делились, как они на своем масштабе решают вопрос авторизации. С одной стороны, было очевидно, что это не просто пакет к вашему любимому фрейворку, где есть какие-то проверки, но и не было деталей. На основе в этом white paper описываются и предпосылки того, почему они решили делать новую систему авторизации, и подробнейшие детали того, как они это сделали. Главная их задача была унификация, потому что Google – компания огромная, у них много сервисов разнообразных, и авторы каждого из сервисов пилили что-то свое. Но авторизация – такая штука, с которой шутить опасно, это ведет к уязвимостям, и желательно иметь одно надежное решение, которое будет работать на всей компании. Опять же, так как у них был свой масштаб, то есть вот сверху, если условный совет директоров Гугла скажет, все, теперь используйте эту систему, как вы понимаете, никто не побежит сразу все переписывать на нее. Поэтому авторы этого white paper решили пойти по-другому и действовать снизу-вверх. И заточили свое решение так, чтобы оно было максимально удобным и понятным, другими словами, деф-френдли, чтобы именно разработчики снизу продавливали, чтобы перейти на это новое решение. Готовое решение, естественно, они взять не могли, потому что Google слишком большой, и ни одно из текущих существующих решений не особо удовлетворяет требованиям всяких Illity, Availability, Scalability, Maintenability и прочее-прочее. Вот так вот выглядит картиночка Занзибара, который есть у Гугла. То есть есть клиенты, справа налево есть и CL-сервера, которые проверяют, имеет ли пользователь такой-то доступ к такому-то объекту. У них сразу же есть распределенный кэш, то есть когда запрос приходит к одному из CL-серверов, тот с помощью консистентного хэширования понимает, к какому инстансу принадлежит этот пользователь и проксирует его туда. Распределенность гарантируется с помощью спаннера. Вот эти баски, кто в России, он не особо распространен, но на Западе многие используют спаннер. Это распределенная SQL-база данных, мастер-реприкация и все такое может ставиться глобально. У нас более известны какие-нибудь как RoachDB, ЯDB от Яндекса, которые по сути являются такими последователями спаннера и которые выложили в OpenSource, что теперь его может использовать каждый. Если посмотреть чуть правее, то есть Watch сервер, потому что иногда может потребоваться следить за изменениями прав в системе и отдельная система Leopard, которая смотрит на то, чтобы типы хранения данных максимально подходили под запросы для того, чтобы перестраивать индексы и проверки прав были быстрее. Посмотрев на этот white paper, многие компании поняли, что решение прикольное, почему нам не запилить свое. Первым был Airbnb, который запилил свой Зензи Бар, он Клосс Сурст, его используют внутри Airbnb, всем нравится, о нем сейчас много писали в 20-х годах, потому что ребята и писали о нем, и выступали на конференциях, все такое. Следом за Airbnb потянулись другие компании. У AOS Zero, крупная компания, которая занимается авторизацией, они запилили сначала клауд-решение, там, заплату FGA, и следом выпустили опенсурсную версию OpenFGA. Я думаю, многие сталкивались с продуктами компании Ori, которая также занимается всякой безопасностью, авторизацией. Они запилили свое кеток, которое тоже является реализацией реализацией Зензи Бара. Там есть карта AOS Z, это тоже клауд-решение, Permify, это локальный опенсурс, и SpiceDB, то, на котором остановились мы. Давайте-ка я подробнее расскажу о тех фичах, которые повлияли на наш выбор, и вообще, что там внутри происходит. Это можно не читать, это просто скрин с GitHub, где говорится, что вот SpiceDB простой, у него есть HTTP API, GRPC API, встроенный мониторинг, он поддерживает разные базки, и вообще пользуйтесь нами. Давайте, чтобы показать, как с помощью SpiceDB проектировать систему прав, возьмем простой кейс. У нас есть курсы, курсом добавляются экзамены. Курсы, экзамены, как вы помните, из самой-самой первой картиночки у нас в разных микросервисах, потому что их логично делить, потому что те же экзамены переиспользуются другими сущностями. И автор хочет отредактировать экзамен. А так как автор курса должен иметь доступ там к экзамену, несмотря на то, что напрямую его не добавляли к этому экзамену, мы попробуем что-нибудь сделать. Если бы у нас не было ребака, нам бы пришлось бы что делать. Пользователь пытается отправлять запрос на экзамены, там мы проверяем, является ли пользователь автором этого экзамена. Если да, то все хорошо, а вот если нет, нам придется сходить еще на курсы, чтобы спросить, а может он автор курса, где привязан этот экзамен, тогда мы все-таки должны ему разрешить. Если да, снова разрешаем, если нет, то возможно нам придется обойти все сервисы, потому что там еще у нас были всякие планы, отборы и прочее. Как мы сможем решить это с помощью ребака и SpiceDB? У SpiceDB есть свой достаточно простой C-подобный синтаксис, который точно зайдет любому разработчику к кюашнику, потому что понять легко, и многим аналитикам, потому что у многих есть какой-нибудь айтишный бэкграунд. Для проектирования мы набрасываем сущности пользователя курса экзамена. Следом мы добавляем связи между ними, что у курса есть преподаватель, у экзамена есть связь с курсами. После того, как мы очертили связи между сущностями, которые у нас есть, мы можем докинуть пермишены, которые хотим проверять. Мы теперь утверждаем, что редактировать курс у нас может любой титчер этого курса, и редактировать экзамен может любой, кто может редактировать курс, с которым связан этот экзамен. Это, кстати, вот одно из штук, почему выиграл SpiceDB. И у них есть удобный плейграунд с визуализацией, где удобно проектировать свои системы прав. Собственно, после того, как у нас есть схема авторизации, чего-то не хватает. Не хватает данных, на которых мы сможем прогонять вот эту схему, чтобы понять наши проверки. В Занзибаре предлагается система с туплами, где у нас описывается ресурс, какое отношение и субъект. И на самом деле без понятия, почему ребята решили ввести обратную запись, но на самом деле достаточно быстро привыкаешь читать, что вот из примера, что юзер 1 является титчером в курсе 1. Чуть левее синтаксис общий. В целом из примера все понятно, но хотел бы обратить внимание на последнюю строчку, что в туплах нам не обязательно указывать конкретного пользователя, а мы можем указать еще и какой-то relation. То есть не только конкретный пользователь, но и группа пользователей, которые имеют какое-то отношение к какой-то сущности. Да, слишком много слов «какой-то». Давайте смотреть пример. Здесь мы закинули тестовые отношения, которые есть, что юзер 1 является титчером на курсе 1, и что первый экзамен связан с первым курсом. Следом мы можем написать тесты для того, чтобы проверить, что первый пользователь реально может отредактировать первый экзамен, и что второй пользователь, которого мы вообще не описывали, не сможет ничего редактировать. Как видим, тесты у нас прошли, все отлично. Давайте теперь немножко покажу об архитектуре, как оно сейчас выглядит в нашей системе. Все проверки прав сейчас у нас находятся в API Gateway, то есть пред тем, как API Gateway пустит запрос к конкретному сервису, он ходит в SpiceDB, где проверяет наличие права дернуть этот endpoint или получить доступ к данной сущности. Туплы в SpiceDB поставляются самими сервисами. У каждого сервиса стоит аутбокс для того, чтобы точно не терять создаваемые сущности. Там, к примеру, мы в курсах добавили кого-нибудь автором курса, курсы сделали gRPC-запрос в SpiceDB, связь создалась, и доступы появились. Схема, которую мы описывали, отношений хранится в GitLab, и как только мерзший квест с изменением схемы был принят, он сам деплоится в SpiceDB, все меняется. И хотел бы еще показать разные фишечки, которые есть в SpiceDB. Ну, его UI я уже похвастался, а ни у одного другого решения опенсорсного таких штук нету. Вот я писал релейшены, вот написал тестовые сущности, написал тесты, мог уже что-то следить визуализацию. Красота лично мне понравилась. Еще в своем white paper Google сами придумали проблему и сами ее решили, проблему нового врага. До них никто с таким не сталкивался. Кстати, не все реализации Занзибара умеют ее решать. SpiceDB один из них. В чем тут суть? Если, к примеру, у Алисы Боба есть доступ к документу, Алиса отозвала у Боба разрешение доступа к этому документу, а потом добавила какой-то контент. В распределенной системе, пока права у нас разъедутся по разным дата-центрам, а тем более континентом, как у Гугла, у Боба будет промежуток времени, когда он может получить доступ к новым данным, которым не должен был бы. Поэтому придумали систему. В Занзибаре называется ZUKIS. SpiceDB Z-Token мы храним рядом с сущностью Z-Token, который определяет момент, когда в последний раз его редактировали. Тогда для проверки прав, если докинуть туда Z-Token, можно будет проверить, что текущий кэш SpiceDB не старее, чем дата редактирования данной сущности. Таким образом, как только сущность поменялась, SpiceDB должен будет сходить в базу, сбросить все кэши и узнать реально актуальное текущее положение дел. То есть мы сразу решаем проблему того, что либо где-то кэш протух, либо базы недосинхронизировались. Конкретно у нас это не используется, но фишка сама по себе прикольная. Потому что мы не видим проблемы в том, что там автор курса будет иметь возможность еще, не знаю, 30 секунд посмотреть редактируемый курс. Ну и тем более, потому что у нас всего лишь несколько дата-центров, а не несколько там континентов, как у Гугла. Еще одна прикольная штука, которая есть с SpiceDB, и которая не решается многими другими системами авторизациями, как показать список сущностей какой-то. Обычно предлагается либо как-то хачить сбоку, либо там по очереди закидывать списки сущностей в систему, и она покажет уже отфильтрованные. У SpiceDB есть Lookup API, которая позволяет закинуть туда ID пользователя, permission, и получить ID сущностей, которые может посмотреть пользователь. Тогда эти ID можно закинуть в базку, и пользователь получит свой список того, к чему имеет доступ. Еще в оригинальном Zanzibar не было wild-картов, то есть нельзя было дать доступ абсолютно всем. Для этого вводили какие-нибудь эти пустых пользователей, то есть, по сути, авторы Zanzibar хачили сами себя. Но здесь вот добавили звездочку, которая позволяет дать доступ абсолютно всем. Еще одна приколюшка, которую добавили относительно недавно. У Google есть Common Expression Language, простенький язык для выражений. Помните, например, с акмейлом, то, что я рассказывал, что можно там проверить по полнолунию, к примеру. Теперь с помощью простого синтексиса нам это также доступно. К примеру, тут мы написали на этом микроязычке функцию, которая также будет участвовать в проверке прав. То есть, теперь мы можем сделать определенного юзера, вьюером, только повторником. В целом все. Здесь несколько полезных ссылочек. White Paper Google, White Paper тоже, но с аннотациями от ребят из PSDB. Если хотите не сухой White Paper, а больше теории, то ребята из OSHU сделали набор статей, где рассказывают всякие полезные штуки. Документация с PSDB понятна, но она не особо полная. Гораздо больше всяких прикольных подробностей можно узнать из их блога. В целом все. Всем спасибо. Спасибо. Доклад к антификации не имеет отношения. У нас просто GVT токена, своя аутентификация, без каких-либо особенностей. Спасибо. Добрый день, Максим. У меня такой вопрос. Можешь чуть поподробнее рассказать про опыт эксплуатации самой PSDB? Вообще, насколько сложно было развернуть, поддерживать и так далее эту технологию? Очень сильно зависит от... Вообще, когда мы там выбирали решение, поделили, кто какой будет поднимать, тыкать для того, чтобы принять финальное решение, потому что брать, PSDB оказался достаточно простым. Вот ты ему в NW закинул адрес Баске, прописал на каком порту, с какого порта там забирать метрики пирамидиуса, куда пулять, трейсы, опентелеметрии, и оно просто заработало. На самом деле, в процессе эксплуатации выяснились некоторые там сложности. К примеру, прошлый докладчик рассказывал, как работает ПААС в Сбере. У нас есть, естественно, свой собственный ПААС, но там всякие секьюрные особенности. К примеру, я рассказывал о распределенном кэше в оригинальном Зензибаре, в SpiceDB он тоже есть. То есть, поды знают, где находится кэш по пользователю, и они типа готовы туда сходить. Но, к примеру, в нашей инфраструктуре нам не удалось его поднять, потому что поды отказывались ходить друг друга из-за сетевых политик. Но в целом, если у вас какой-нибудь просто виртуалки или ванильный куб поднимается в считанные часы. Спасибо за доклад. Меня зовут Дмитрий. Я тут, видимо, продолжаю свою тематику вопросов про производительность и масштабируемость. То есть, на большом количестве пользователей, я так понимаю, если нужно проверять права каждый раз, куда можно ходить, что можно сделать, как оно вообще себя ведет на больших масштабах? На наших масштабах нам хватает просто достаточно толстого инстинса Postgre, и чтобы у SpiceDB было достаточно оперативной памяти, чтобы в пиковые моменты он мог держать достаточно кэша у себя в подах и не грузить на каждый раз базу данных. Если запросы с кэша, то они отрабатывают считанные миллисекунды, если пойти в базу, то медленнее, но более-менее. Соответственно, оно достаточно гибко масштабируется дополнительными инстинсами и просто работает. если система будет значительно больше, то оставаться на Postgrese, к сожалению, не получится, потому что тогда мы утыкаемся в производительность вот одного инстинса Postgre, и, собственно, тогда есть как раз у них варианты. Если у Google был спаннер, у меня он снова сломался, то здесь в качестве основного распределенного хранилища, как RoachDB, он как раз дает вам практически линейное масштабирование за счет своей мастер-мастера репликации. То есть можно будет поставить достаточно инстинсов как Roach, и вы сможете обслуживать масштабы Google. Спасибо. А еще, кстати, это, если ваши сетевики не порезали доступы инстинсов друг к другу, то вообще будет замечательно. Можно будет выделять меньше оперативной памяти. Спасибо за доклад. Меня зовут Сергей. Я правильно понимаю по графу, что запрос от пользователей вначале идет некий API-гейтвей, потом там проверяются все права доступа, и сами сервисы, которые уже обрабатывают какую-то логику запросов, они вообще про права доступа уже не думают. Да, в этом и была одна из идей, то, что права доступа, авторизация, на самом деле, это не наша бизнес-логика, почему она должна лежать в том же микросервисе, где у нас описан бизнес, наш домен и все такое. Поэтому давайте-ка вынесем его в отдельный сервис, который будет заточен именно под это. Ну, то есть, да. Хорошо. А как API-гейтвей вообще может понять, к каким сущностям вообще нужно сделать проверку прав доступа, потому что, например, в Урле у меня, например, будет запрос там по ID урока, но на самом деле мне нужно там попользоваться и урока, найти там какую-нибудь сущность домашней работы и проверить ее. И про нее только, может быть, микросервис знает. В теории возможно, но ни разу не сталкивался с таким ограничением, потому что, если пользователь открывает условно свою домашку, мы знаем то, что это домашка и, соответственно, у нее в SpiceDB, как в витрине, можно будет проследить вот этот курс. Нам не обязательно знать, что пользователь через какой-нибудь по графу связи в любом случае найдется запись. Когда там кто-то добавляет в API-гейтвей новый endpoint, он понимает, куда он будет идти и добавит необходимые проверки. Возможно, не напрямую, а через что-то еще. Приветствую, меня зовут Игорь. Почему сервисы, направленные на обычных пользователей, не поддерживают авторизацию с помощью сертификатов? USB-ключей или сертификатов устройств, допустим, когда, допустим, сейчас авторизация с помощью телефонов доступна? Мне кажется, мы снова запутались в терминах. А у нас термина? Не знаю. Не, ну, каждое приложение само придумывает, как авторизоваться. Есть устойчивые паттерны. Нет, допустим, авторизация через веб. Есть устойчивые паттерны аутентификации, каждый продукт придумывает, выбирает один из устойчивых подходов сам. Возможно, где-то используются ключи. Почему нет? Я видел приложение, где используются ключи. Для каких-нибудь организаций коммерческих и тому подобное. А для конкретных пользователей особо я не вижу. Если пользователю используются логин, пароль и идуфакторка, телефон или тот. Вопросы юзабилити. Мне кажется, пользователи привыкли. Там тебе скорее всего будет удобно добавить в браузеры сертификаты для доступа к чему-нибудь. Как мы объясним это пользователям? Андроид устройств и, по-моему, если я не ошибаюсь, айфоны тоже поддерживают сертификаты собственные как устройства. В общем, тут все. Мне кажется, мы конверсию порежем, в общем. Хотя, учитывая, что у нас есть отборы, то есть можно будет сразу уменьшить нагрузку. То есть только те, кто из студентов смог разобраться с авторизацией по сертификатам смогут попасть на отборы. Соответственно, будет замечательно. Я добавлю, что этот вопрос можно потом обсудить после конференции. Вот. Ну, с другими разработчиками. Может, у них есть какие-то идеи. вы найдете какую-то новую информацию. Еще есть какие-нибудь вопросы? Хорошо. У меня еще один вопрос маленький. В чем ты делаешь диаграммки? Ну, я видел секвенс диаграмм. Это Mermaid.js. А, ну, все хорошо. Ну, что ж, давайте благодарим за адекват.